В КФУ продолжается саммит языков. И в рамках данного мероприятия начала свою работу Международная научно-практическая конференция «Восток и Запад. Литература и художественная культура». На этом мероприятии участники планируют найти ответы на проблемные вопросы, каким образом может татарская кафедра Казанского университета продвинуть татарскую литературу в мир. Еще в начале 20 века татары пошли по пути европизации татарской литературы и своей общественной и культурной жизни. И в связи с тем, что в этом году юбилей Галимджана Нигмати, мы решили нашу конференцию сегодня посвятить Галимджан Нигмати и Аязу Гелязову. Потому что Галимджан Нигмати был прислан сюда по заданию партии в Казань для создания литературной среды как в Казани, так и в Уфе. Как удалось выяснить, приглашенным на конференцию специалистам удалось определить траекторию развития татарской литературы. Они известны как талантливые педагоги, лекторы и писатели. «Ну, это для меня очень ценно. Я наградил фактически за стойкость, за поведение в лагере, за дружбу с татарским человеком. Так что тут есть причин довольно много». «Тема этой конференции для меня исключительно близка, потому что здесь речь пойдет о творчестве моего отца, о памяти, исторической памяти, о роли и месте Аяза Гелязова в татарской литературе, вообще в татарской культуре конца 20 века. Ну и, конечно же, речь сегодня пойдет и о диалоге культур». «Это яркие представители татарской интеллигенции. Галимзанник Мати долгие годы работал в Казанском университете и внес огромный вклад в развитие татарской литературы, татарского литературоведения. Аяз Гелязов, известный татарский писатель, классик. И в части продвижения данного писателя нами, кафедры татарской литературы, учеными данной кафедры ведется огромная работа». Также глава Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого отметил, что весьма отрадно осознавать, что конференция с каждым годом вызывает все больше интерес среди иногородних коллег. «Спасибо нашим татарским коллегам, что они такую конференцию проводят ежегодно. Это уже вошло в традицию в Востоке и Западе. То есть это самые такие актуальные проблемы здесь поднимаются в гуманитарной науке, обсуждают литературу национальных народов, разных национальных народов». «Ну и, конечно, в планы конференции входит цель продолжения сотрудничества с партнерами. Работа конференции продлится до 21 октября». Адель Шамилова, Владислав Михневский, Универньюз.